Девушки отдыхают В легком весе, который завоевал свой титул, когда ему было 21 год, накутировал Фредди Уэлша, и до сих пор Леонард считается одним из лучших боксеров этой весовой категории. Но и Лью Тендлер, не лыков шит, он зарекомендовал себя как один из лучших левшей в истории бокса, и долгое время, почти 40 лет, эту весовую категорию мерили как раз по двум встречам Леонарда и Тендлера. Подошли с солидными послужными списками оба к этому поединку. 96 побед у Тендлера, 6 поражений и 6 ничьих. 158 побед у Леонарда, 18 поражений и 10 ничьих. 23 года, всего лишь Тендлер, 26. Леонардо для него это 9 защита титула, и в том же 22 году он попытался стать чемпионом в полусредней весе, но был дисквалифицирован в 13 раунде. Если вы это считаете, счастливое это число или несчастливое, Джека Бриттона, он ударил, когда тот был в нокдауне, и рефери дисквалифицировал по всем правилам Бенни Леонарда. Больше таких попыток великий Леонард не предпринимал. По предварительной договоренности, Леонард сохранял звание в том случае, если Тендлер его не нокаутировал в течение 12 раундах. Если же бой проходил всю дистанцию, то он сохранял пояс чемпиона мира. И, забегая вперед, скажу, что это и случилось. Все 12 раундов, отведенных боксеры, провели, но настолько ярким получилось это сражение, чтобы был назначен повторный поединок, который состоялся ровно через год, и он собрал 60 тысяч зрителей. Неимоверный доход этот бой принес устроителям. 452 тысячи было собрано с продаж билетов. Сумма по тем временам колоссальная, а учитывайте, что на ринге не Джек Дэмси, а представители легкого веса. Но именно Бенни Леонард возвел эту весовую категорию в ранг одной из самых популярных и интересных. Впоследствии в 30-х годах Генри Армстронг перехватил у него инициативу. И вообще было очень много и до войны, и в послевоенное время, прекрасных легковесов. Но именно по боям, как я уже говорил, Леонарда и Тендлера мерились все бойцы. У Тендлера и Леонарда довольно похожие судьбы. Начал боксировать в 14 лет. Леонард, что называется, на заднем дворе, где за буквально монетки какие-то... Он выступал в кулачных поединках. И долгое время семья не подозревала, чем же занимается маленький Бенни Леонард. Звали его при рождении Бенджамин Леонард. Но для того, чтобы как раз ни папа, ни мама не услышали о его боксерском увлечении, он взял себе псевдоним. И успешно начал свою карьеру и случайно узнал отец о том, чем же все-таки занимается Леонард. Конечно же, в патриархальных еврейских семьях спорт, увлечение спортом, а тем более боксом, ну никак уж не приветствовались. Но после того, как подросток принес отцу несколько долларов, заработанные им в кулачных состязаниях, получил он добро на выступление и действительно прославил свою семью. Стал чемпионом мира в 1917 году и начал зарабатывать приличные деньги. Лью Тендлер также из еврейской среды, только свою карьеру он, в отличие от Леонарда, который прославился в Нью-Йорке и оставался очень популярен в этом городе на протяжении всей своей жизни. Лью Тендлер выходец из филадельфийской школы. Он, собственно говоря, один из ее зачинателей, если судить по именам. После завершения карьеры он стал очень успешным ресторатором в Филадельфии и Атлантик-Сити. И также очень и очень был популярен на восточном побережье. Ну а Бенни Леонард не мыслал свою жизнь без бокса. Он ушел с арены в 1924 году. Ну, через 7 лет все-таки вернулся для того, чтобы выиграть больше дюжины поединков подряд. А затем же постарев, серьезно уступил Джимми Макларнину и закончил свою карьеру. Но остался в боксе, стал рефери и скончался на ринге во время обслуживания одного из боев на следующий день после своего 51-го дня рождения. Поединок, который сейчас мы с вами наблюдаем, как я уже говорил, совершился без вынесения решения. Однако авторитетная газета Нью-Йорк Таймс и большинство журналистов высказались в пользу Леонарда. Ну а в 1923 году на стадионе «Бронз» в родном для Леонарда Нью-Йорке он одержал победу по итогам 15 раундов. Лью Тендлер против Бенни Леонард. Мы продолжим через пару минут. По-прежнему эфире классика бокса Нокаут ТВ. И сейчас мы с вами увидим боксеров, которые навсегда вписали свое имя в историю. И это при том, что они очень редко дрались в США. Итак, японский город Нагоя, 18 мая 1965 года. Эдер Жофре, он в белых трусах, отстаивает свое звание чемпиона мира по версиям WBC и WBA в легчайшем весе. Противостоит ему местная звезда Файтинг Харада или Масахико Харада прозвищу Файтинг он получил за свой агрессивный стиль. Но в Японии на самом деле очень многих боксеров именно этим прозвищем нарекали сражающиеся.